Всем привет! С вами Галина. Но я сегодня хочу приготовить пирожки. Самые простые, но обалденно вкусные. Подготовила здесь все продукты, которые нам нужны. Растительное масло, сухие дрожжи, одно яйцо, соль, сахар, тёплая водичка и мука. Тазик подготовила. Давайте, девочки, мальчики, будем замешивать тесто на самые вкусные пирожки. Пирожки хочу сегодня приготовить со сгущённым молоком варёным. Со сгущёнкой. Что я делаю? Для начала в таз вбиваю одно яйцо. Таз взяла огромный. Для того, чтобы мне было удобнее замешивать здесь тесто. Так, яичко вбили. Сюда же сейчас мы добавляем одну чайную ложечку. Чайную ложку не взяла. Одну чайную ложку соли. Ну, вот так. Немножко с горочкой взяла. Далее, две столовые ложки сахара. Далее, 16 грамм сухих дрожжей. У меня здесь вот такая мерная кружечка или ложечка есть. Она у меня на 15 грамм. Я добавлю полную и ещё чуть-чуть. Вот так, сыплю. Далее, сюда же мы вливаем 500 грамм тёплой водички. И всё будем сейчас перемешивать. Захотела сегодня пирожков приготовить. Давно ничего не снимала. Вот так перемешаем, чтобы у нас дрожжи разошлись. Муку буду засыпать сюда с пакета. Муке нам нужно 5 стаканов, но я с пакета буду сыпать. Немножко вот так насыплю. Перемешаю. И будем сюда вливать растительное масло. Сделаем вот такую массу, как на блинчики. Как на оладушки. Так, вливаем сюда сейчас растительное масло. 5 столовых ложек. Ложечку потеряла. 5 столовых ложек растительного масла. Тесто делается очень легко и просто. А пирожки обалденные, друзья. Пышные, воздушные. И очень-очень вкусные. Вот так перемешаем. И будем добавлять сюда муку и замешивать. Такое крутое тесто. Как на пирожки. Вот так перемешали. Сыплю муку. Муку не просеиваю. И замешиваю тесто. Ну вот так. Венчик у меня не справляется. Сейчас я буду сюда добавлять еще муку и замешивать тесто уже без вас. Замесила я тесто. Получилось оно вот таким мягеньким. Сейчас я его накрою полотенчиком и поставлю теплое место для подъема на минут 40. Ну а тесто у меня поднялось. Сейчас я буду, друзья, лепить пирожки. Подготовила здесь сгущенное молоко. Это у меня молоко, друзья, лакомка. Я его открыла, баночку вернее. И что сейчас буду делать. На стол немножко капну растительного масла. Вот так оботру. И выложу сюда тесто. Тесто мягенькое, пышное получилось. Ну а тесто наше сейчас еще немножко вот так подмесим. Тесто мягенькое. Ручки я смочу. Растительным маслом, мукой я не пользуюсь. И наше тесто сейчас мы разделим на кусочки. Не знаю, дожевываю руками, попробую руками. На вот такие вот кусочки небольшие. Сколько их у меня здесь получится. Ручки смачиваем растительным маслом. Вот на такие вот кусочки разделю. На небольшие пирожки. Небольшие у меня сегодня будут. Сюда можно еще немножко. Ну вот так. Столько пирожков у меня будет. Сейчас каждый кусочек теста я скатаю вот так в шар. Вот так положим. И будем лепить пирожки. Ну вот так накатала я шарики. Сейчас будем, друзья, лепить пирожки. Я здесь подготовила досточки. Досточки я немножко смажу растительным маслом. Ну вот так. И будем сюда выкладывать наши пирожки. Подготовила. Сгущенное молоко. Сейчас немножко руки оботру. Сяду, друзья. Сяду. Ноги не казенные. Здоровья нет. Надо все делать сидя. Что делаем? Берем кусочек теста. Ручки смачиваем растительным маслом. Не знаю, вам видно или нет, что я буду тут делать. И просто вот так. Наш кусочек теста. Ручками. Вот так расправляем. И выкладываем сюда немножко сгущенного молока. Ну вот так. Я думаю, будет достаточно. И лепим пирожок. Все делается очень легко и просто. Защипляем. Здесь края можно вот так защипить. И получаем вот такой пирожочек. Друзья, муку я не пользуюсь. Пользуюсь только растительным маслом. Чтобы наши пирожки не горели потом. Еще вот так кусочек теста берем. Расправляем его. И выкладываем сюда нашу начинку. Вот так. По одной чайной ложке буду добавлять. И вот так просто наш пирожочек скрепляем. Защипываем. Ложим на бочок наш шов. С этой стороны также можно вот так защемить. И вот такой пирожочек получается. Тесто пышное. Прямо пузырится. Берем еще один кусочек теста. Вот так ручками его. И выкладываем еще сюда начинку. И защипляем. А мне сегодня пирожков захотелось приготовить. Давно ничего не готовила мучного. Вот так защипила. Скрепила. И вот получился вот такой пирожочек. Вот такой пирожочек. Все выкладываем на досточку. Ручки смачиваем растительным маслом. Стол также можно немножко обмазать. Если вы хотите, можете пользоваться мукой. Я мукой не пользуюсь. Так как пирожки потом при жарке в масле горят от муки. Ну вот так еще. Выкладываем кусочек нашей начинки. И защипляем наш пирожок. И так я, друзья, буду сейчас лепить все наши оставшиеся пирожки. Вот так аккуратненько. Сразу здесь закрепляем. Шов на бочок. И лепим вот такой пирожочек. Пирожочки у меня сегодня небольшие получаются. Вот так. Выкладываем на досточку. Ну а дальше буду лепить я без вас. А потом пойдем вместе с вами жарить. Ну вот столько пирожков я налепила. Вышло ровно 17 штук. Все, пойдем со мной вместе будем жарить. Ну а масло, друзья, у меня нагрелось. Сейчас буду выкладывать свои пирожочки. Они у нас еще немножко поднялись. Жарные пирожки я в большом количестве масла. Вот так по 5 штук буду выкладывать и обжаривать. Мисочку подготовила. Подготовываю пирожки. Вот, буду сюда складывать. Ну и, друзья, жарил, как я уже сказала, в большом количестве масла. И пирожки, друзья, эти на этом тесте масло в себя не впитывают. Тесто, друзья, аж пузырится. Видно вам, нет? Пирожки пышные получаются. И обалденно вкусные. Обязательно себе приготовьте по этому рецепту пирожочки. Ну а я буду переворачивать. Вот так. Пирожочки золотистые получаются. И очень-очень аппетитные. А со сгущенным молоком, друзья, пальчики вы будете облизывать. И это точно. Ну а пирожки я жарю мужу в основном, потому что он у меня сладкоежка. И очень любит мучное. И сладкое. Вот сейчас нажарю. Муж у меня на работе. Окошко открыло. Так как вытяжки у нас здесь нет, на веранде жарю. Живём в частном доме, друзья. И у нас газоплита находится на веранде. Поэтому вот так приходится бегать. Из кухни сюда. Здесь что-то готовить. Пирожочки мои жарятся. Скворчат, шипят. Жарятся очень быстро. Я их буду вот так ворочать со стороны на сторону. Чтобы они со всех сторон прожаривались. Видите, какие пышные получаются. Тесто обалденное на пирожки. Пышное, воздушное. Просто тает во рту. Так что советую, рекомендую приготовить для своей семьи вот такие пирожочки. И порадовать своих родных и близких. И порадовать своих родных и близких. А у меня таких 17 пирожочков сегодня. 17 штук налепила. И чтобы они у нас не горели, ещё раз переверну. Вот так. Пирожки обалденные. Видно вам, нет? Какие пышные. Пышные, воздушные. Сейчас на этой стороне обжарю. Буду доставать. Салфетку не беру, друзья. Просто вот такой таз подготовила. Щипчики. Сюда буду выворачивать. Всё по-простому, по-деревенски. Жарю сегодня деревенские пирожки. Но, конечно же, газ можно сделать немножко потише. Чтобы у нас пирожки хорошо прожаривались изнутри. Всё. Наши пирожочки готовы. Я их сейчас переверну ещё на одну сторону. Чтобы они у нас не погорели. и буду постепенно доставать наши пирожки. Покажу вам поближе, какая красота получилась. Пирожочки домашние, аппетитные, румяные, зажаристые, вкусные. А я, друзья, выкладываю дальше наши пирожки. И обжариваем. По 5 штук. Выкладываю по 5 штук. Видите, как тесто поднимается, как оно пузырится. Как оно пузырится. Прямо на глазах. Вон, пузырёчки. Газ я сделала потише. Чтобы наши пирожочки не горели. А вот эти пирожки я вам ещё поближе покажу. Видите, какие они красивенные получились. Обжаренные, зажаренные, золотистые, румяные. Нам сегодня будет с мужем очень вкусно. Видите, очень быстро прожариваются. Ну, я, друзья, буду дальше жарить, наверное, без вас. Эти пирожочки я сейчас переверну. У меня ещё осталось на 2 раза. 6 штук, 7. 7 штук обжарить. Ну, а я буду жарить. Потом покажу, какие пирожочки получились. Всё, оставайтесь со мной, не переключайтесь. Ну, вот такую гору пирожков я напекла. Целая миска, друзья, получилась. Ну, один пирожочек я вам сейчас разломаю и покажу, что у нас получилось. Внутри пирожки, друзья, ещё горячие, с пылу, с жару. Ну, один пирожочек я достала с-под низу. Вот такой пирожочек. Пышный, красивый, получился. Сейчас мы его разломаем. Он ещё горячий. Ну, вот так, друзья, выглядит пирожочек изнутри. Всё запеклось, всё пропеклось. Пирожки у меня сегодня с вареным сгущенным молоком. Всё, готовьте себе, радуйте своих родных и близких. А на этом я с вами буду прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Я всегда всем очень рада. И до новых встреч на моём канале. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok